Всем привет! Сегодня хочу вам показать интересную программу, предназначенную для защиты вашего жилища от нежелательных гостей. Она заточена под работу с турелями из мода OpenModule Artarots. Ну, к примеру, если у вас есть такой красивый особняк, и вы хотите как-то его обезопасить, то все очень просто. Вы ставите эти турели, подключаете их к системе RF-энергии, то есть для питания, и подключаете их к компьютерной сети для работы с моей программкой. И далее все турели у вас подключены будут ображаться вот здесь вот на экране. Вы можете их избирательно включать или выключать, таким вот образом поднажать на клавишу, или можете нажать на эту кнопочку и включить сразу все турели. Далее вы можете их настроить на тип атаки каких-либо, скажем так, мобов. Можете настроить атаку на агрессивных мобов, можете на нейтральных, и можете на игроков. Собственно, давайте заспавним нашу свинью и посмотрим, что с ней будет. Спавним, и она мгновенно с таким смачным звуком у нас буквально дезинтегрируется. Так, она, конечно, запряталась у нас по столу, в принципе, то есть здесь ничего не грозит, но ладно. Кроме рейти свиньи у нас дохнут идеально. Также мы можем включить атаку игроков и посмотреть, что будет у нас с игроками. Ну, в принципе, они пока у нас находятся в безопасной зоне, но как только этот человек выходит, видите, его сразу на кусочки разносит. Вот такая очень удобная программка, очень простая. И также вы можете добавить какого-либо игрока для того, чтобы он был в неком вайт-листе, то есть турели его атаковать не будут. Ну, скажем, введем ник Тин Рион, мой друг, нажимаем ОК, и турели больше его атаковать не будут. Собственно, включаем наши турельки, и они опять-таки будут убивать всех последующих игроков. Какой у нас ник у человека? Плохо видно. ГНОГ. Давайте его добавим. Добавите игрока. ГНОГ. Окей. И, по идее, его больше убивать не будет. Давайте спролам ему стенку, чтобы ему пройти. Видите, он на турельки на него не реагирует. Очень простая программка, она, однако, очень красивая. Вы также можете скроллить эти турельки, то есть, если у вас есть огромное количество подключенных турелей, вы можете их прокручивать с помощью колесика мыши, то есть, и настраивать их индивидуально. Также давайте я сейчас покажу, как можно настроить с нуля саму турельку. Для начала ставим базу турели, к ней вплотную подключаем с любой стороны саму турель, в базу запихиваем улучшение под названием Serial Port, оно позволяет компьютерам подключаться к этим турелям обязательно не нужно, также улучшение на усиление урона и по 4 улучшения в 2 слота на скорость стрельбы. Также запихиваем пулю, чтобы турель могла, в принципе, наносить какой-либо урон. Далее подключаем саму базу турели к компьютерной системе и подключаем базу турели к системе питания через RF-энергию. И мы видим, что энергия начинает накапливаться в нашей вот этой фигне. И также наша турелька немедленно отображается в общем списке турелей. Вот она находится, вот она. И давайте, собственно, включим наши вот все турели. Активируем их. Так, где у нас находится наш товарищ? Вот он находится, сейчас смотрим внимательно на него. Так, атака игроков. Оп. Все, прощай, наш Форест ЕТ. Очень было жалко, короче, товарищи, но да ладно. В общем, такая очень интересная программка и, в принципе, надеюсь, она вам пригодится для защиты вашего жилища. Разумеется, можно те турели индивидуально отключать. Вот таким вот образом также, видите, здесь показывается количество энергии, которое постепенно накапливается. Так, давайте их все выключим, чтобы они лишний раз не убивали никого. И, собственно, давайте я покажу саму-саму хату. У нас здесь располагается вот здесь по 2 турельки от входа, вот здесь по 2 штуки и, собственно, вот здесь. И, в принципе, этого вполне хватает, чтобы убить любого более-менее развитого игрока. Вот такая вот у нас хата. Ну и, к слову, если вы хотите поиграть на хорошем сервере, где установлен мод на турели, где установлен мод Open Computers, то заходите на сервер Dreamfinity, ссылочка будет в описании видео. Ну, разумеется, команда для установки ОС с этой программкой в комплекте также будет в описании видео. Также на этом сервере у нас здесь перед хатой моей стоит вот такой вот товарищ. У него можно купить креативные какие-то особенные вещи для ПК, то есть комплектующие там корпусы планшетов, серверов, процессоров и так далее. Так что, собственно, всем спасибо за внимание. До новых видео, до новых встреч. Продолжение следует...